Суд начал рассматривать уголовное дело в отношении 21-летнего молодого человека, ставшего виновником страшной аварии. 9 мая этого года на 74-м километре трассы Чистополь-Нижнекамск мужчина совершил опасный маневр, который унес жизнью трех человек. Я вам сразу предлагаю... За на суда царила напряженная атмосфера. Люди буквально разделились на два лагеря. С одной стороны подсудимый, с другой родственники погибших в страшной аварии. Все произошло поздно вечером, 9 мая. На 74-м километре трассы Чистополь-Нижнекамск столкнулись две легковушки и вахтовый автобус. Жертвами страшной аварии стали три человека. Вы подходили к этому автору? Да. Что вы там увидели? Ну, зажатые люди. Сколько человек там было? Три. И где они находились? Двое мужчин впереди и девушка за них. Восстановить картину произошедшего не составило труда. 21-летний водитель Лады Калины, совершая обгон вахтового автобуса Хайгер, выехал на встречку, где и столкнулся с автомобилем «Фольсваген». От удара немецкую машину откинуло под автобус. Трое пассажиров «Фольсвагена» погибли. Двое мужчин на месте, девушка в карете скорой помощи. Водителя отечественной выкинуло на дорогу с тяжелыми травмами. Его доставили в больницу. Он до сих пор проходит курс лечения. Водитель Калины парень привыкли в жизнь подавал, кричал, аптечку я ему дал. Там уже подъехали свидетели. Очевидцы, кто-то видел, кого он там огонял. Первую помощь ему старались указать. Как оказалось, у 21-летнего обвиняемого немало штрафов за нарушение правил дорожного движения, при том, что опыт вождения совсем небольшой, около года. Свою вину молодой человек не признает. Утверждает, что после аварии ничего не помнит, ни обстоятельств ДТП, ни самого столкновения. Вы сейчас признаете? Как нет, я не помню ничего. Вы не признаете. Показания будете давать в детском седании? Сейчас суд проводит опрос свидетелей этой аварии. Следующее заседание назначено на начало октября. Максимальный срок, который может грозить 21-летнему водителю Лады – 5 лет лишения свободы. 4 человека получили травмы в результате аварии в Лаишевском районе, около села Большие Кабаны. Лоб в лоб столкнулись автомобили Лады и Черри. От удар одну из машин откинуло на проезжавшую мимо Део. Пострадали 3 водителя и пассажир Лады. С различными травмами люди были госпитализированы в больницу. 20-летняя девушка погибла во время пожаров в Кукморском районе. Трагедия произошла в деревне Лельвиш, где загорелся деревянный дом. Очевидцы сообщили спасателям, что не могут найти девушку, которая в момент пожара находилась в доме с матерью. Когда постройка загорелась, она помогала выносить из дома вещи, однако в какой-то момент пропала из виду. В результате поисков пожарные обнаружили обгоревшее тело на месте сгоревшего сарая. Это предварительная причина возгорания – нарушение правил безопасности при эксплуатации электроприборов. Невнимательной стала причина аварии на улице Гаврилова. Водитель за рулем легкового автомобиля врезался в припаркованную в дорожном кармане «Газель». По словам водителя, грузовую машину он не увидел из-за дерева. К тому же участок дороги, на котором произошло столкновение, плохо освещен. Водитель автомобиля «Киа» не пострадал. Грузовой автомобиль «Вольво» налетел сегодня днем на защитное ограждение канализационного люка. ДТП произошло в безымянном переулке в Приволжском районе. По словам водителя «Многотонника», причиной аварии стало плохое дорожное покрытие и узкая дорога. Вот дороги какие здесь, на безымянном переулке. Я пытался яму объехать. Узко машины стоят. Дороги не делают, яма объезжают. Автолюбители на грузовых машинах давно жалуются на безымянный переулок. Улица длиной меньше километра, по словам водителей, слишком узкая для проезда грузового транспорта. А его здесь много. Рядом находятся цеха и промышленные склады. Рейс выполнял, свой рейс. Как утром выезжал, тут машины стоят везде. Они свою очередь машины ожидают. Улица узкая, асфальта нет. И я брал, как бы, отойти от столкновения с машиной. Но я был на ограждении канализационного люка, что ли. По словам водителя, несмотря на небольшие повреждения, больше всего он жалеет потраченное на аварию время. Мужчина уверен, дороги давно требуются ремонт, поскольку стоящий на середине проезжей части канализационный колодец мешает всем автолюбителям. Мешают они, вот они как бы по-другому как-то дорогу сделали, соответственно, вот эти люки нормально бы сделали. А по той дороге нет возможности? А там тоже машины стояли. Все были приношены? Да, потому что они очередь стоят. Ну, свою очередь ждут на завод. С товаром? Да, да, с товаром. Вполне возможно, что-нибудь защитного барьера вокруг канализационного люка ездить по этой дороге вообще было бы опасно. Два человека пострадали в аварии на трассе в Высокогорском районе. Легковой автомобиль Ниссан наехал на отбойник. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и на полном ходу протаранил защитное ограждение автодороги. На место происшествия оперативно выехали сотрудники пожарно-спасательной части. Они помогли выбраться из машины 47-летнему водителю и 76-летнему пассажиру. Пострадавших госпитализировали в больницу.